Грузовикам закон не писан. Жители первых трех домов, что на улице Первомайская, жалуются на водителей большегрузов. По словам собственников, они не просто нагло игнорируют правила дорожного движения, но едва ли не каждый день подвергают опасности жизни, в том числе детей. Накануне с проблемой ознакомилась целая рабочая группа. В ее состав вошли представители органов власти, активисты Общероссийского народного фронта, а также сотрудники госавтоинспекции. Иван Кутейников расскажет подробнее. Грузовые машины выезжают с территории морского порта и, видимо, в целях экономии. Времени, чтобы быстрее выйти на главную дорогу, срезают свой путь. Проехать напрямую они не могут, потому что стоит запрещающий знак, поэтому водители сворачивают во дворы ближайших домов. Местных жителей такой маршрут не устраивает. С этой проблемой собственники бьются уже далеко не первый год. Дошло до того, что жильцы были вынуждены обратиться в ГИБДД. На этом участке установили знак, ограничивающий движение для большегрузов. Правда, он мало кого останавливает. Проезд через дворы тоже не выход. Ведь мало того, что габаритные автомобили портят дорогу, так еще и представляют опасность для гуляющих и играющих здесь детей. Ладно легковые, это же мелкое, так сказать. Скорая там все. А они как пойдут греметь. То дитё заплачет, то нет. Надо поставить знак и тут, и там, и сделать конкретно. Заезжайте оттуда, выезжайте оттуда. А здесь не надо. А у нас там детская площадка, представляете? А там дети маленькие, год, два, три. Бегают, они же не успеешь за ними усмотреть. Выскочить. И вот из-за поворота, вот из нашего дома. И не дай бог что-то случится. И там знак надо поставить. Были прецеденты, когда водители прямо на дороге теряли часть своего груза. Тем самым создавая проблемы как другим автомобилистам, так и пешеходам. Были примеры о том, что блоки падали, груз вываливался из дороги неровная, которая ездит междворовая. Поэтому были случаи, которые действительно влияли на безопасность людей и движения автотранспорта. Выслушав претензии жильцов, рабочая группа предложила несколько вариантов решения проблемы. Один из них – ограничить въезд во двор так, чтобы проехать могли только легковушки и автомобили экстренных служб. Это самый короткий путь, потому что это могут сами жильцы решить. Земля принадлежит им. Они могут восстановить. Это недорого достаточно. Это и быстрая проблема решения. Проблема решится. Второй вопрос. Значит, городу проработать, разработать проект организации движения по улице Сопрогина всем, чтобы перекрыть вот этот участок дороги. Это второй. Таким образом сюда смогут заехать любые машины. Я имею ввиду пожарные, спецтехника любая. И останется движение для легкового транспорта. Практика показала о том, что знаки есть. Их поворачивают. Всячески стараются уйти от ограничения этого вопроса. Поэтому тут надо более кардинальное решение принять о том, чтобы, может быть, блокировать выезд шлагбаум и поставить. В ГИБДД же обещают уже в ближайшее время усилить контроль в данном микрорайоне. Наряды ДПС здесь будут дежурить чаще. Кроме того, инспекция разработает специальные памятки для собственников, которые помогут им правильно фиксировать все нарушения со стороны водителей грузовиков. Возможно, после штрафов большегрузы будут реже нарушать правила дорожного движения.